блин чуть не убил совсем привет у нас тоже все от сегодня опять программе как бы мы сегодня вот заканчиваем это уже начало работать а потом думаю не надо снять и значит так сегодня план до равня час сейчас доравниваем верхнюю панельку зашиваем тот угол выравниваем усилитель зашиваем усилитель поехал у женьки взял две ножницы с гильотины они нам нужны для того чтобы этот кант весь выровнять и это тоже тиски откроем как бы мы когда я когда ровняю я зажимаю вот так вот зажал канты и стучишь но если так по чуть-чуть выкручивать начинает поэтому мы поставим вот как раз ножницы почти на всю длину усилителя зажмем кант между ножницами потом кант например можно тут зажать одни канта два ножа здесь зажать здесь зажать в общем будем равнять с помощью я решил поднять выровнять вот этот провал показать нечем сожалению ничего ровного нет кроме отвертки кривой был провал 5 миллиметровый домкратом упер вот сюда в точку в эту ну и стучу упер она когда этом когда там поднимаешь конечно здесь немножко поднимается и здесь поэтому домкратом уперли брусок кувалда простучали стучали домкрат передвинули передвинули так и выровняем здесь почти выровнял вот здесь сейчас точку попереть вот здесь надо упереть по что здесь большой у нас тоже большой провал в общем режиме работаем сегодня в режиме камера стоит снимает а я целый день работаю у нас батарейки хватит батарейки хватит намного поэтому будем снимать все у нас батарейки хватит Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вы же помните, самый честный канал на ютубе все показывает. Начал зачищать, еще не дочистил, немножко углы надо пройтись. И здесь шов, он немного здесь, короче, нифига он не симметричный, поэтому трудно было что-то рихтовать, но по всей логике он должен вот так идти, вот так здесь ставится, это такая штука. Потом так вот туда, здесь закрывается. Ага, нам еще кронштейн надо вот этот приварить завтра. Не забыть. И сюда ставится эта коробка. Она так под наклончиком немножко ставится. Куда там, под каким наклоном, по-моему, вот так она становится. А шпильки я смотрю на завернутые, поэтому завтра надо что-то накрутить на шпильки, чтобы молотком не бить и вывернуть их. В общем, вот так получилось, вот так, вот так, вот так. Вот так получилось. Все, очень долго резину вычищал. Здесь же это, здесь же завод мазал, какой-то работник кисточкой мазал, как ему захотелось, короче, намазал, во сколько всего, мазня-мазня. Ну, в принципе, если это, резиной под кисточку пройдутся широко, здесь много было навалено, здесь чуть ли не 5 мм, здесь вот сбор идет 4 мм, он полностью был завален. Если вот так аккуратненько пройдутся, здесь тоже было очень много завалено. И здесь было очень много завалено. Вот сейчас оно до сих пор завалено. Здесь, блин, миллиметров 8 этого герметика напхали. Если все аккуратно пойдутся, кисточкой пройдутся, в принципе, где-то пробочки были. Ага, есть пробочки. То есть, в принципе, ничего так еще и будет нормально. Издалека вообще огонь получилась. Завтра мы... Многие пишут, возьми резак, возьми фен, погрей бампер, поставь его на место. Уважаемые люди, кто его делал, взял денег. Поэтому, если я сейчас сделаю, я, получается, за него переделаю. Не-не, пусть он сам переделывает. Он за это взял денежку, он должен довести бампер до ума. А то, получается, он накосячил, а я его косяки исправлять буду. А зачем оно мне? Правильно, не надо. Осталось понты. Зачистить пару отверстий, там распилять фару, примерять понту. Примерим, поставим. Дверь поставим, дверь становилась, все классненько, классненько. И завтра заканчиваем, отдаем его в понедельник, потому что клиента нету в городе. Клиент только в понедельник будет в городе. Всем пока, счастья, здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok